Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу как приготовить императорский салат с одуванчиком. Вот такой вот одуванчик, вот он. Срезаете ножом, как грибы. Верхнюю часть, чтобы осталась оголовка. Она потом, видите, вот на несколько частей, она потом сама разъединяется. И замачиваем. Обыкновенная водопроводная вода. Если есть колодезня, колодезная или родниковая, пожалуйста, можете использовать. Пускай вот так вот мочится. Хотите быстрее приготовить, значит надо салат вот так вот помыть. В это время, пока наш салат отмокает, листочки. Моем. Будем мыть его потом как клубнику. Быстро убрали там. Все, что нам будет мешать. Режем яблоки. Три яблока. Можете очистить его. Сальцелину тоже можно очистить. Ну, дед есть со шкурками, потому что там есть свои витамины. Приготовленный лук зеленый и чеснок. Если вы не собираетесь целоваться с начальством, или ожидаете приход гостей, лучше чеснок и лук отказаться. Но, для того, чтобы желудок после одуванчиков хорошо работал, надо еще орехи грецкие поджарить, их почистить и поджарить. Тогда они будут вкуснее. Так. Ну, все. Кусочек сала не помешает. И корешок хрона для аппетита будет то, что надо. Так. Спасибо. А теперь небольшие хитрости. Вот эту розетку, головку, отрезаем и выбрасываем. Здесь в середине будет зачатки вот такие вот цветов будущих. Вот я покажу здесь вот. Видите, вот она. Это будущие желтые цветы такие. Всевышний этими цветами показывает, что я здесь в дальнейшем я вам покажу, как приготовить мед с этих цветов. а вот это вот все будем отрезать, вот так удаляем вместе с зачатками бутонов цветов и режем салатики и аккуратненько тарелку. Орехи должны хорошо быть поджарены, тогда будет вкусно. Зачем орехи добавляем? Во-первых, уже скоро будут новые орехи, во-вторых, такой салат будет слабить. Одуванчики слабят. Если такую тарелку хорошо съесть, орехи регулируют желудок. Ваш желудок будет работать как швейцарские часы. Можете потом добавить немножко масла подсолнечного. Но пока вот эти вот цветы не вылезли и желтые не показались, одуванчики это самый первый салат. Еще петрушка, укропа нету. Эти уже появляются. Крапива и одуванчики основное наше блюдо будет весной. Те, которые хотят заботиться о своем здоровье, заботиться о здоровье членов семьи, должны даже требуется, чтобы обязательно весной принимали витамины. Эти витамины растут у нас под ногами. Только не возле дороги. И там, где животные устраивают свои сортиры, лучше огороде специально выращивайте одуванчики. когда распустятся цветы, вот эти вот, они станут листья жесткие и уже время утрачено. Доброй еды нам всем. Спасибо. Вот так будет выглядеть наш императорский салат, который приготовленный из молодых листьев одуванчика. Здесь добавлены яблоки, здесь добавлен чеснок и лук. Чеснок и лук, если вы собираетесь на работу в общественный транспорт, целоваться с начальством, лучше не добавлять. Добавите такие лук и чеснок вечером. Орехи, обязательно орехи, потому что салаты все и яблоки слабят желудок. Грецкие жареные орехи. Раньше в старину при императоре были свои повара и врачи. Не дай Бог заболевал император, врача и повара казнили. Поэтому пока жив и здоров император, повар и врач могут себя чувствовать спокойно. И печеная картошка, богатая калием. Пока мы пекли картошку на печке, приготовили за это время салат. Заняло это несколько минут. Доброй еды нам всем. Спасибо.